Нет, не пойдем гулять, все вы арестованы. У нас сосед поселился, который создает нам большую проблему. Козы в загоне для их же блага, уверяет хозяйка. Уже шестерых своих кормилиц жительница поселка Покровка Антонина Гордиенко не спасла. Однажды отпустила коз на пастбище и нашла их буквально через дорогу на территории небольшого предприятия, но уже мертвыми. Местные жители уверены, животные там травятся вредными отходами. Они бегут на этот комплекс, где отравленные вещества гниют. Летальный исход был очень… Знаете, мне проще даже отказаться от содержания коз, чем смотреть, как они в муках умирают. Масла и жмых – то, что остается от производства, владелец перерабатывающего комплекса, уверяют сельчане, оставляет разлагаться. Территория его участка не огорожена, поэтому все желающие и животные тоже свободно попадают на территорию, где гниют производственные отходы. Все вздувает этих животных. Я уже устала отгонять от этой их мусорки. Видите, разгребали кучи и оттуда изнутри доставали вот этот жмых. Это все, это летальный исход, это полное отравление. Я столько медикаментов потратила на восстановление, но это бесполезно. Производственные цеха владелец предприятия не огородил, да и не спешит, судя по информации сельсовета, хотя об отравившихся животных знает. В открытом доступе еще и бочка с неизвестным содержимым. Здесь погибла уже не одна птица. Но работники такого предприятия заволновались только когда увидели камеру. Вы огородите территорию, вы хотите, скажите своему хозяину, чтобы он минизированно огородил территорию вот эту, чтобы не заходили ни наши животные, ни наши животные, ни дикие животные. Дикие, ладно, дикие, хрен с ним зашли. Почему ваши козлы домашние здесь шарятся? А чем мои животные отличаются от диких? Они также на инстинкт прибегут. На каких инстинкт? Ваши животные-то ваши животные, вы за них отвечаете. Бьет тревогу не только хозяйка коз. Владельцы коров тоже переживают. Ведь помимо отходов на территории есть еще и ямы. Провалиться туда несложно. А вот вытащить животное практически нереально. На данный момент они стоят дома. Ну теперь еще один момент такой же. Мы тоже живем здесь от этого недалеко. И как бы в случае, что животное может просто выйти, выбежать, разломать загон. Если нас на какой-то дом не будет, неизвестно куда оно побежит. Владелец цехов рассказывает сельчане. Отходы сбрасывает и на свою территорию, и на соседний земельный участок. Ну мне Антонина Николаевна позвонила, что там отработку свою высыпал. Там вот это все киснет, естественно. По идее, кто нагадил, тот и должен убрать. Жители решили объединиться против халатного отношения и к природе, и к животным. И обратились в полицию и к местным властям. Я обращусь к главе, и мы будем решать вопрос. У нас нет выпасов, совершенно нет выпасов для скота. И как бы нам обещали, что это все будет благоустроено, все это зароется, все это загладится, все это будет нормально. А здесь мы не видим ничего. Поэтому пока животным только и остается, что сидеть за оградой. Только вот молока в таких условиях от них не дождаться, говорит хозяйка. Пускать на мясо любимых коз не хотелось бы. Ну все, мы под арестом. До свидания. Анна Рашагирова, Алексей Фризин. День с толком.